Теперь о самом вкусном. Осетрина, поросёнок, пирожки с мясом именно так угощают белорусов на избирательных участках сегодня. Правда, не всех. А именно на участке 509 в Белорусском госуниверситете физкультуры. Здесь голосуют высокие чиновники, спортсмены, в общем, элита. Какие гости, такие угощения. Перед на весь мир в здешнем буфете накрыла сеть магазинов «Родиловский». Уже 13 лет эта компания занимается общественным питанием. Кстати, бренд у белорусов популярен, несмотря на довольно приличные цены. Вот, например, красавец осётр. Давайте посмотрим на него. Весь в помидорах и креветках. Даже на вид, мне кажется, очень вкусно. Правда, цену, к сожалению, не разглядеть. Можно только представить её. Если вдруг забежали перекусить по-быстрому, пожалуйста, белорусские дральники с картошкой, пирожки с мясом по 4 рубля. Белорусских рубля в пересчёте на наши деньги 130 российских рублей. Или пирожная корзинка 60 копеек в пересчёте 17 роз рублей. Запить всё можно кофе или чаем за 23 белорусских копейки. Ну а в этих прозрачных вазах самые настоящие овощи и фрукты не восковые. Главная гордость белорусов, конечно, картошка. Сейчас мы её видим. Собственно, вот она. Килограмм обойдётся в 31 копейку. 10 рублей российских в пересчёте. Или арбуз, выращенный в Брестской области. Пожалуйста, к вашему столу. Но, правда, здесь придётся заплатить чуть больше. 57 копеек за кило в пересчёте в 18 рублей, если не ошибаюсь. А вот и главный, наверное, главный кулинарный шедевр дня, о котором многие будут вспоминать до самого вечера. За килограмм книги из грудинки. 11 белорусских рублей в пересчёте на наши 400 рублей. Ну, а ещё здесь можно отведать, например, свиной филе. Тоже, наверное, очень вкусно. Выйдет подороже. Конечно, 19 рублей или 600 российских. На десерт, вашему вниманию, торт. Естественно, тематический, как видите, украшен выбранной галочкой в цветах белорусского флага. Цены нет, зато можно попробовать другой, поменьше и, видимо, подешевле. С хоккеистом этот торт обойдётся в 19 рублей. Белорусских рублей, конечно, в пересчёте по курсу на наши деньги 600 получается. Не удивлюсь, если тортом угостился святой Александр Лукашенко Николай. Он уже несколько месяцев не появлялся на публике. Но Лукашенко обещал, что вскоре ты самой публике представит дорогого отпрыска на свет. Обещание сдержал. 12-летний Николай, несмотря на загруженность, по словам папы, в школе, в спортивных секциях, пустил участок 509 в Минске. И, как видел, что мальчик, конечно, за это время здорово вырос.